Привет! Как дела? Это Дава Дым. Мы сейчас находимся в кальянной Мамуни и, как вы заметили, большую и высокую активность на ютубе. Мы продолжаем. Вот такой вот рюкзак я выцепил с выставки Huka Club Show компания Future с интересным продуктом. Чем он интересен, я вам сейчас об этом подробненько расскажу. Но, для начала, ты-то уже понимаешь о том, что этот рюкзак ты можешь выиграть, перейдя в мой телеграм-канал. Ссылочка на него в описании. Всего лишь нажав одну кнопку участвую. Поэтому погнали. Короче, что я хочу тебе сказать. Я почитал про этот табак. Достану немного баночек. Одну чашечку мне уже Аркаша забивает. Такой вот рюкзак. Давайте я его поставлю вот здесь, чтобы вы видели, что вы можете выиграть. Короче, ничем. Для начала, непримечательные баночки. Ну, как бы шайбы и шайбы, наклеечки и наклеечки. Акциз и акциз, честный знак и честный знак. Так. Ничего такого нет. По вкусам тоже довольно-таки прикольно. Я думаю, все вкусы, какие у них вкусы, какая у них цветовая линеечка, вы можете узнать в их инстаграм-аккаунте. Ссылку на него тоже оставлю. Поэтому давайте не будем засорять эфир этими всеми... Оу! У них есть вкус тайга. У фьюча есть вкус кокосовые печеньки. А у фьюча есть вкус back to the grape. Вот без вот этой вот хуйни. Короче, я его прокурил. Поначалу я думал, что продукт средний, тяжелый. Потому что грелся он довольно-таки довольно-таки долго. Я его такой попробовал, не раскурился. Не получилось. Думаю, окей. Что-то среднее, что-то хорошее. Ну, в плане крепости хорошее, а не качество. Я это все сделал. Прогрел. Я его взрываю. А он... Сука, легкий-легкий. Я, конечно же, знаете, как, так сказать, душа человека СНГшного вначале попробую сделать, а потом уже полезу в инструкцию. Я залез в брошюрку, почитал. И знаете, что я там нашел? Почему этот табак называется фьюча? Будущее, правильно? Как переводится? Смотрите. Давайте, буду зачитывать. Комплит секвенции. Современная технология, защищающая табачный лист от жара, уникальная в своем ороде. Типа, ты тут такой, типа, ебать. Это что-то крутое. Я на своем, так сказать, блогерском опыте видел кучу, просто ебейшее количество разных новых, типа, типа новых технологий, которые там облегчают или наоборот усложняют жизнь кальянщикам, любителям покурить кальян. И вот это все-все-все, всякие разные аббревиатуры, всякие разные прикольные слоганы, всякие разные новые технологии. Я просто перестал во всю эту залупу верить. Пока уже сам не прокурю. Потому что даже ту же нахлу, которая, ну, говно, да, скажем так, на данный момент, можно ей приписать такое слово, как нахла, комплит секвенция. И типа такие, ебать, новая нахла, охуенно, надо ее купить. Там, ребятки, какой-то ебейший комплит секвенция, и типа нахла стала пизже. Вот примерно из такого ряда, на самом деле просто маркетолог въебал, блядь. Самое обычное название, то есть какой-то слоган. Ну, короче, вот. Комплит секвенция. Давайте я вам прочитаю, что это такое. Целочисленная последовательность называется полной последовательностью. Если любое положительное целое число может быть выражено в виде суммы значений из последовательности, при этом каждое значение можно использовать только один раз. И вот на этом я компании Future говорю со своим комплит секвенсом идите нахуй. Мы будем разбирать продукт как есть. Короче, табак. Я специально все это подводил к этому моменту, чтобы сказать, что все вот эти ваши новые технологии, которые вы применяете, ультрамодные слова, при прокуре чувствуете только вы сами. Потребитель этого не чувствует, потребителю это нахуй не надо. Что нужно потребителю? Хороший продукт. Хороший по качеству, хороший по аромке и чтобы он ему нравился. Да, ваш продукт может пяти людям из десяти не понравиться, но пяти людям он понравится. Это уже хороший продукт, если хоть кому-то он вообще нравится. Что у нас есть по сырью, ребятки? По сырью, как я и говорил, что это очень легкий табак, это Дейли Хука. Она обладает только одной маленькой чертой, в отличие от Дейли Хуки. В ней нет столько сока. Такое ощущение, что они сделали так, чтобы весь сок был в табачном листе, внутри, а не на листе. Поэтому вроде то же самое сырье, но оно уже как-то потемнее, потому что оно пропитано сиропчиком. Пришел наш Аркаша. Давай, бросай его вот сюда. Я поставлю броню. Я же на смену выхожу. Я на улице. Спасибо. Продолжаем. Аркаша пошел. Так вот. По жаростойкости он реально хороший. Его реально сложно перегреть, его реально сложно нагреть. Но в данном случае, если табак этот легкий, то греть его в той же кальяной вообще не составит труда. Не берем в расчет элемент. Элемент табак средней крепости, и он должен как бы более-менее по-быстрому взрываться. Так вот. Прокурил я 3-4 вкуса, и я понял, что даже по аромке немного по-другому. Как это я примерно описываю? Вначале это пустота. Аромка сильно не играет большой роли. То есть вообще, ты вроде прогрел, все сделал, ты начинаешь курить, и на этом этапе тебе охота сказать, типа, мне не нравится, я дальше курить не буду. Но... Прокуря 3-4 тяги, ты понимаешь, что вкус потихонечку начинает нарастать. За счет того, что он начинает нарастать, у тебя нет вот этого, знаете, концентрированно-ароматического удара на твои рецепторы. Такой, первую тягу делаешь, и такой, типа, фу, ебать, чему так приторно нахуй. Такого нет. Все очень хорошо, все очень грамотно, все очень спокойненько. По времени курения и примерной деградации вкуса, если делить примерно на промежутки, то каждые 25 минут вкус теряется примерно на 15-20%. То есть, примерно одной чашечке, забитой в чашку табака, вам вот докурить до той стадии, когда он станет безвкусным, потребуется час. Что, в принципе, охуительный, я вам скажу, результат. Это очень круто. Еще, когда была выставка, компания Фьюча, там выставлялась на Хука Клаб Шоу, когда я к ним подошел, они мне помимо рюкзака вручили пачку сигарет под названием тоже Фьюча. Поэтому пачка сигарет от кальянного бренда, это зашквар или не зашквар, пишите в комментариях. А кто хочет выиграть вот такой вот рюкзак от компании Фьюча с n-ным количеством продукции, также заходите в описание, там есть ссылочка на мой телеграм-канал, а уже в телеграме нажимайте кнопочку участвовать. Всем пока. Это была Мамуне, это был Давады. Ну и наш современный комплит-секвенсы продукт Фьюча. Пока.